Мистер Олимпия Фил, я бы хотел немного поговорить о твоем детстве. Я так понял ты рос в криминальном районе. Ну как криминально? Я просто видел твоё интервью. Да, я понимаю о чём ты. Район был не самым благополучным, не самым спокойным и безопасным, чтобы расти там. Но во всём же можно найти и хорошие моменты. С одной стороны, ребёнком я был очень счастлив. С другой, там было полно банд, каких-то мафиозных группировок и так далее. В общем, так себе среда для детей. Так что, когда я немного подрос и перешёл в старшие классы, я переехал подальше от этого криминала и постарался сосредоточиться на собственном образовании и развитии. То есть, да, район у меня был так себе, зато были заботливые родители, которые всегда советовали держаться подальше от проблем. У меня не было братьев и сестёр, я был всегда один, принимал решения сам и привык быть осмотрительным и глазеть по сторонам. Временами было страшновато, да, но ничего, жив-здоров в итоге. А какое у тебя самое счастливое воспоминание из детства? Ну, наверное... Вот же ж вопрос. Пожалуй, это два воспоминания времён старших классов. Первое, это когда мы выиграли чемпионат штата по баскетболу среди школьных команд. Это был особый, неповторимый момент, потому что мы тогда полностью выложились ради победы. А второе воспоминание, это как я поступил в колледж, потому что для нашего района это был значимый показатель. Парень, который в старшие классы перешёл, а потом и в колледж. Вау, да ты крут, ещё и в баскетболе хорош. В общем, пожалуй, именно эти два достижения на том этапе были для меня самыми значимыми. К слову, мне тема баскетбола тоже очень близка. Я и сам люблю поиграть. А какие у тебя любимые команды и игрок? Ну, на данный момент больше всего мне нравится Кливленд Кавли. Ну, а любимый игрок, конечно, Леброн Джеймс. Ну, а если брать историю баскетбола в целом, то я фанат Лос-Анджелес Лейкерс. Они доминировали в лиге, когда я был ещё ребёнком. Наблюдать за Мэджиком Джонсоном, Каримом Абдулджабаром – это было несравнимое удовольствие. Но, кстати, этот сезон тоже обещает быть очень интересным. Мне прям не терпится посмотреть, как будут развиваться события, потому что уровень конкуренции между командами очень высок. Многие фанаты заранее уверены, что в финале вновь сойдутся Голден Стейт и Кливленд, да? А вот не скажи, это ещё вопрос, дойдут ли Голден Стейт в этом году до финала. Дело в том, что у них новая команда, и очень много игроков, нацеленных скорее на броски по кольцу, чем на защиту или подборы на борьбу и давление в краске. На периметре-то они своё возьмут, а вот под кольцом – это тот ещё вопрос. То есть в атаке им словно нужно два мяча, а в защите ещё придётся потрудиться, да? Да, бросать у них могут все, и кому-то придётся поумерить пыл. У них Стеф Карри, Кевин Дюрант, Клей Томпсон, даже Дреймонд Грин. И мне кажется, что как раз Клей станет бросать реже, потому что кому-то всё равно придётся потесниться. Плюс ко всему из команды ушли два центровых из прошлого состава. Уже в первом матче этого сезона с Пёрс обыграли их на 30 очков и намекнули, что лёгкой прогулки не будет. Так что, как по мне, в этом году Голден Стейт будет сложнее пройти в финал, чем многим могло бы показаться со стороны после подписания Кевина Дюранта. Мол, оу, у нас теперь Кей Ди, всё будет пучком. Но нет, я думаю, придётся попотеть. И заключительный вопрос, Фил. Твоя подруга Шури поделилась в одном из видео, что ты большой фанат различных гаджетов, электронных примочек и так далее. С чем это связано, и каким новинкам ты, может, присмотришься в следующем году? Мне всегда нравились электронные устройства, потому что мой отец был инженером, и в детстве у меня под рукой постоянно были интересные гаджеты. А новинка, на которую я положил глаз в этом году... Соло-шат 3. Знаешь, что это такое? Ну, в общем, это аксессуар для нынешних камер, а по сути и сама камера. Достаточно будет настроить соло-шат, положить устройство с датчиком в карман, и камера будет сама находить себя в пространстве. Разработчики обещают, что камера сама будет двигаться на штативе, корректировать фокус, что картинка будет плавной, что можно будет использовать свои устройства. В общем, операторы будут просто не нужны, так что вы, парни, уволены. Шучу, конечно. Слушай, ну, мне в следующем году тоже надо будет попробовать. Да, так что я сам смогу брать две такие камеры на тренировку в зале, класть маячки в карманы, и соло-шат будут снимать меня с любых ракурсов. Вот как раз такие устройства я и собираю себе прикупить. Итак, это было, как мне кажется, нетипичное, эксклюзивное интервью с шестикратным мистером Олимпия Филом Хиттом. Если тебе выпуск понравился, ставь лайк и подписывайся на канал. А у меня на сегодня все. Материал для вас, как всегда, подготовил Андрей Луценко. Ну и, разумеется, всем добра! Виктори Дистрибьюшн представляет Персональная серия спортивного питания премиум-класса от легенды бодибилдинга Кевина Леврона.